ЧАРДЖЕ ПИТИ Практически невообразимо. Я считаю, что треть университетов разорится в течение следующих пяти лет. Я расскажу вам, что такое ЧАРДЖЕ ПИТИ, чтобы вы были в курсе, потому что это важно. Я не знаю, какого типа эта технологическая революция, но она умнее вас, и это критично. Это ИИ-система, которая работает как модель обработки языка. Она была выпущена примерно неделю назад, полторы недели. Я решил пойти и пообщаться с ней, с ИИ-системой, или же Системой Искусственного Интеллекта. По сути, ее тренировали на огромных корпусах, устных и письменных текстах. Значит, система получает представление о мире из анализа человеческой речи. Она не использует информацию из реального мира, пока что. Но это точно произойдет в течение года. И GPT анализирует огромные массивы текста, и этот корпус растет постоянно. Система уже показывает хорошие результаты. Я проверил ее на себе на прошлой неделе. Некоторые из вас знают, что я написал книгу «12 правил жизни», а затем еще «12 правил жизни», потому что правил всегда будет недостаточно. И вот что я попросил систему сделать. Я сказал, напиши мне эссе на тему «13 правила за гранью порядка», «Стиле Библии Короля Якова» и «Дао Дэ Цзин». С этим довольно сложно справиться. Каждый элемент этой задачи – целое испытание. А комбинация всех трех – просто невероятная смесь. И система написала все за три секунды, четыре страницы текста. И мне сложно сказать, не знаю, хорошо это или плохо, смог бы я оселить такую задачу. Да, это очень впечатляет, что машина способна написать такое без грамматических ошибок и с таким глубоким философским смыслом. Я также попросил написать эссе на тему сходств даосских работ об этике и морали и положения об этике в Нагорной проповеди. И машина сделала это. Система идеально справилась, просто превосходно. И у нее на это ушло всего три секунды. Компьютерный инженер, который предположительно работает в компании Тесла, спросил GPT. «Я работаю на Илона Маска, но я особо ничем не занимался последнюю неделю. Мне нужно, чтобы ты написала десять основных поручений, которыми я мог бы заниматься, как инженер в Твиттере. Какие десять продуктивных и ценных вещей я бы сделал на прошлой неделе? Если тебе не сложно, припиши каждому проекту компьютерный код». Она сделала это также за три секунды, и тот код работал. Вот что она уже умеет. Затем, профессор из университета попробовал. Ему было интересно, что любой студент сможет написать эссе на любую тему с помощью GPT. Кто-то оценил работу, она набрала столько же баллов, сколько и работа среднестатистического студента. В хорошем государственном университете. Вот насколько это умная система. Это, по сути, IQ-тест. Профессор попросил написать эссе, дал тему и получил его. Затем он попросил оценить его. Сказал, почему студентам можно упростить работу, а профессорам нельзя. Система предоставила полный детальный анализ своего эссе с оценкой. Кто-то попросил ее написать сценарий и описать персонажей для следующего голливудского блокбастера на 900 миллионов. Бум! Вот сюжет и характеристики. Потом были взяты описания актеров. На их основе кто-то попросил сгенерировать реалистичные цифровые фотографии. Все ИИ-системы могут это сделать. Итак, что же будет дальше? Я расскажу вам. Это произойдет уже в этом году, так что приготовьтесь. Сейчас у нас есть ИИ-модель, которая может построить модель мира на основе языкового корпуса. Она умнее вас. И она обгонит вас еще больше в течение двух лет. Так что у вас есть время подготовиться. Пока что система не так умна, потому что сейчас она на уровне профессора гуманитарных наук. Она не сопоставляет лингвистические данные и реальный мир. Так делают ученые. Они строят лингвистические теории, а затем помещают их в реальный мир и смотрят, приживаются ли они. Мир определяет, работают ли эти языковые конструкции или нет. Но новая ИИ-система сможет извлекать шаблоны и сравнивать свои лингвистические конструкции с ними. Она будет проделывать такую же работу, как и ученые. И более продвинутые модели смогут использовать текст, изображение и поступки в том числе. Система построит модель человеческого поведения, и все это станет реальностью в течение следующего года. Так что, дамы и господа, держитесь за шляпы. Однажды мой друг Джонатан Пажа сказал, что гиганты пройдут по Земле снова, и мы будем свидетелями этого. Илон Маск тоже над кое-чем работает. Он считает, что мир будет контролировать человек, который создаст самую функциональную ИИ-систему, так как у него будет преимущество первооткрывателя. Маск сам работает над распределенным искусственным интеллектом. С ним у вас будет свой искусственный интеллект, который защитит вас. Для начала, вот и Google, например. Ну или от искусственного интеллекта КПК. Можете не сомневаться, они тоже над этим работают и продвигаются быстро. Пожалуй, лучший совет на сегодняшний день – научитесь инвестировать. Капиталопедия – канал, где простым языком рассказывают, как взять под контроль свои деньги и заставить их работать. Обучающие посты, разборы разных активов и много другого полезного контента. Подписывайтесь и получите доступ к бесплатным тренингам по инвестициям. Ссылка в описании.